Сколько вы примерно лет думаете, что Динамо выйдет на уровне, хотя бы он установил? Хороший вопрос. Справа вам на ошибку, наверное. Давайте как-то загадывать. Но я думаю, ребята, на верном пути. Но вы знаете, как позволю себе немножко не согласиться. Всем привет, друзья. С вами Андрей. Это канал Футбол. Это жизнь. И это очередной выпуск проводимых кино. Сегодня у меня в гостях Алексей Анатольевич. Перфильев Алексей Анатольевич. Министр спорта Алтайского края. Мастер спорта России по настольному теннису. Многократный чемпион Сибири, призер первенц РСФСР. Основал Федерацию настольного тенниса Алтайского края. Сейчас мы пробьем серию пенальти. И уже после этого мы узнаем поздравили о вопросе министр спорта Алтайского края. Поехали. Первый вопрос. Сейчас, ну, будут, естественно, более футбольные, нежели по вашим счетам. Сейчас в Алтайском крае есть две замечательные футбольные команды. Конечно, больше, но прям на такой уровень выше пока что две. Это Динамо Барнелл и футбольный клуб ТЭП. Пока что мы не дошем, конечно, до уровня Динамо, но все равно. А с вашей точки зрения, кто-то все-таки для вас более интересен. Ну, вы знаете, как, позволю себе немножко не согласиться. Потому что все же Динамо – это команда, которая выступает в третьем. Но она же, в принципе, в сезоне 19-20. И мы планировали, собственно говоря, полноценный 20-й сезон. Участвовало 6 команд от Алтайского края. Поэтому, ну, пусть, наверное, новый сезон определит первую двойку, тройку, пятерку команд. Но никто не умаляется слуг темпа. Здесь, безусловно, ну и чувствуется, и видно ощущение перспективы. Поэтому мы со своей стороны, конечно, заинтересованы, чтобы развивалась команда, развивался вид спорта. Автоматически развивался вид спорта. Ну, давайте как, они будем загадывать. Но, я думаю, ребята на верном пути. И все у них спереди. Все хорошо. Второй вопрос. Немножко здесь с двумя подвопросами. С вашей точки зрения, в чем проблема, во-первых, российского футбола, а во-вторых, можно сказать, это алтайского. Ну, знаете, как за российский футбол сложно мне, наверное, комментировать то, что видим мы на сегодня в алтайском футболе. Но, в первую очередь, наверное, какая-то должна быть объединяющая сила, которая есть в некоторых других филоспортах. Я не имею в виду федерацию. Вид спорта, армия футбольная, это действительно такая большая, серьезная. Поэтому, наверное, скажем так, может быть, то количество людей, как пока занимается федерация, ну, надо помогать. Но я слышал несколько комментариев, что, например, федерация ничего не делает, либо не так делает. Но, опять же, как бывает, зачастую надо, наверное, всем объединиться, достигнуть определенной договоренности, эти договоренности выдерживать. Поэтому, в моем понимании, тема футбола отдельно, тема мини-футбола отдельно, но должны появиться те лидеры, которые не только будут преследовать интересы, либо меркантильные, либо какой-то своей команды, но все же свои интересы, в общем, за футбол. Поэтому, какие-то кивки в сторону действующей федерации, ну, тоже, как бы, наверное, не совсем это правильно. Поэтому хотелось бы объединение договоренности. Если мы говорим про деньги, за деньгами дело-то не станет. И, собственно говоря, благодаря поддержке губернатора, первый сезон, я имею в виду сезон, получается, какой-то 19-й год, да, нам удалось привлечь дополнительные средства, в принципе, на спорт, на футбол, в частности. Поэтому, ну, вернулись в жизни где-то, пофинансировались в пути наши шесть команд. Мы готовы поддерживать, нам интересно, но паровозом должна выступать федерация. Федерация должна объединить всех и до чего-то договориться. И договорившись, выдержившись. Поэтому, через сколько, например, лет, вы думаете, что Динамо выйдет на уровень, ну, хотя бы вот, скорее всего. Потому что, ну, тоже, не каждый игрок захочет приезжать в этот город, потому что здесь понимают, что за уровень... Некоторые, да, сюда приезжают до игрок, например, Шерпаков, он все-таки играл, поэтому его здесь как-то привычный. Но многие отсюда просто хотят вот действительно приезжать. Когда это все-таки стучит, чтобы игроки прямо оставались и смогли, чтобы сплотиться на только одной цели, на какой-то время выйдет на уровень. Ну, до тех пор, пока не появится работающая федерация, до тех пор, пока не появится серьезный пул попечителей, он может только пальцы не погадать, когда-когда. Ну, если не сделать первые шаги, то они будут повторять, что необходимо видеться. Хороший у нас есть пример хоккея, есть пример баскетбола, есть пример нескольких других видов спорта, но в любом случае это проходит через там определенные, ну, где-то и болезненные формы. Ну, хоккей было так, то есть тоже, ну, ребята занимались, на наш взгляд, не так успешно. Где-то провели несколько встреч, где-то приняли позицию, что им надо отойти, зашли новые, эти новые, собственно говоря, смогли всех объединить. Поэтому, в моем понимании, если говорить о следующем шаге нашей команды номер один, при поддержке Федерации РАС, при поддержке, безусловно, Министерства спорта, ну, и круг попечителей тоже. Потому что одни бюджетные средства убивать, это не совсем правильно, то есть все равно наша задача для этого и финансово делать следующие шаги за счет круга попечителей, возвращаясь опять же к хоккею. Но более чем на одну треть бюджета состоит вне бюджетных источников, поэтому футбольная история, я думаю, тоже должна развиваться по этому сценарию. Потому что, ну, как увеличить? Понятно, можно увеличить, но нам бы хотелось в первую очередь на детский спорт. Поэтому, наоборот, за счет круга попечителей высвобождать средства ребятишек. Наша инфраструктура отстала очень сильно, не знаю, на 20-25 лет. И те уже заметные шаги, какие мы делаем, они почему-то, честно, не находят там какого-то должного отклика, да потому что поздновато все это началось. Поэтому нам надо сейчас набранный темп, я имею в виду по инфраструктуре, тоже выдержать в течение пяти-семи лет, но чтобы более-менее влюбить бизнес к наших соседей, хотя бы семьякам. Но по спорту, к сожалению, то есть талантливая тренерская школа, ребятишки, все хорошо, пробиваются, убиваются, да и дальше будет социальный лифт для ребятишек. Поэтому, ну, все же, три темы. Федерация, Минспорт, группа попечителей, и тогда можно говорить о следующем шаге для команды. Все, по счету, спасибо за ответ. Третий вопрос. Назовите топ-3 спортсмена Алтайского края по вашему мнению, абсолютно из любых видов слов. По итогу года, десятилетий, чего. Ну, давайте за все там. За все историю действую. За все историю. Хороший вопрос. Справа у нас ошибку, наверное. Давайте-ка. Сейчас подумаем. Тоже здесь, например, смотреть на результаты. Можно смотреть, где будет популярность. Ну, олимпийская медаль у нас. Геопонисты. Семьи-тарасы. Наверное, когда мы хотим. Это олимпийская медаль. У нас у ряда спортсменов. Серебряные, брендзовые медали. Сейчас, по-моему, геопонисты. В первую очередь. Ну, здесь, наверное, знаете, как, конечно, у нас есть провод, название. Андрея Гречина, бронзовая. Ивана Никонова. Сергей Каменский. Но, наверное, я бы с Кивчейю. Ну, и Шубинков. Шубинков, ну, скажем так, это такой бренд. Бренд Алтайского края. Бренд Алтайского края. Дай бог, чтобы сейчас все сложилось. Все уже поехал. Ну, не валяя заслуга, конечно. Ну, здесь, если немножко сравнивать популярность, ну, пусть будет лучше четверка. Да, четверка. Так, спасибо большое за такой частный интервью. И теперь традиционный вопрос, не относящийся к игрокам. Назовите трех людей, на которые вы будете видеть, и по-моему, и по-моему, и по-моему, и по-моему, и по-моему, и по-моему. Я уже затронул тему наших команд. Поэтому, наверное, мы же проводите к игрокам. Я команду Руслан Чайкин. Есть что сказать человеку. Заметный баскетбол. Виталий Манфель. Манфель. Ну, и пусть будет Степан Багиан. Это тоже человек, который по нашему активному приглашению приехал в Латайский край, перед которым стоит очень амбициозная задача. Вывести команду по настольному теннису в премьер-лигу. Не просто вывести, а начинать пробоваться бороться за медали, ну, и где-то пробивая дорогу в Еврокубке. Мы это тут в 90-е годы прошли, и хотелось бы как минимум вернуться к той его тренировке. Да, поэтому интересен Джейкин, интересен Манфель. Попробуем другие. Ну, и теперь два наказания от вас за то, что вы забили свои удары, и за то, что победили серебряные. Ну, и с тобой наказание, назовите вашу версию топ-5 спортсмена. Алтайс топ-5. Итогом? Да. По итогам. Ну, для меня, наверное, на первом все-таки шоппинг-бол в любом случае. Дальше, как я, не сильно смотрю за остальными видами спорта, но чисто не на футбол. Поэтому для меня это на втором месте тут Ерохин, Александр Ерохин. На третьем Александр Соболев. На четвертом тут лучший Александр Жиров, потому что сейчас играет на Руджо. Ну, и на пятом наш братарь Рубина, тут Юрий Бибин. Мне ваша версия тоже очень нравится. Поэтому у нас, конечно, на их топ-3, топ-5 не воедут все, которые нужно называть и называть. Это хорошо. Ну, и ваш пустянатный прогноз, кто будет во втором веке с командой на Вольг. Мне кажется, будем верить, что темп, потому что у них действительно хорошая все организация. Главное, у меня этот вопрос слажен не то, что в Динамо, потому что я стою в двух этих командах, поэтому могу изнутри видеть, что и как происходит. Поэтому, мне кажется, темп это через пару лет действительно будет выше на уровне, чем в Динамо. Знаете, как здесь тоже немножко поспорил. Очень здорово, если мы видим такое в Алтайской Антерге, да, поэтому желаем успехов. Не только, да, этим двум командам, но и всем командам из этого края, которые, собственно говоря, должны стать, в принципе, резервом для спортивных ребятишек и на конкуренции пусть появляются. Поэтому, ну, где-то такая, не знаю, классика Алтайская, пусть появится, конечно же. Здорово. Даже если вдруг, потом две команды, да. По многим господам же это есть, это тоже есть. Если посмотреть на Европу, небольшой городок, тоже иногда. Тоже, как и Кубань, и Краснодар участвовали две команды. Ну и другие господам такое есть, это здорово. Пусть теперь не именно одна конкуренция. Эта конкуренция будет стимулами для ребятишек. И, наверное, эта конкуренция приучит болельщиков на трибунной. Ну и нам надо будет уже соориеноваться аренниками. Поход, это сомненно. Ну, вообще, мы все-таки задумывали. А знаете, как? Можно было бы, наверное... Ну, во-первых, скажем так, ресурсы Алтайской Украине настолько там велики и могучи, чтобы были разово, и сделать все то, что не делалось. То, что нам удается сделать, мы протопаем на федеральные средства, да, и потихонечку вот сейчас в 21-м году начинаем строить Барнаулю, два спортивных комплекса, арбийскую льдовую арену. И в Барнаулю в нашем устроении Сибирске 52, потому что есть определенные хвостики, ну, которые принципиально и добить, потому что туда деньги вкладываются, эмоции, и те объекты должны появиться. Ну, а появление такой большой арены сложно. Сложно, потому что, ну, конечно, дорого, да? Ну, тоже нельзя в состоянии жить, потому что дорого и никогда не будет. Ну, не знаю, может быть, какое-то правильное партнерство государства и бизнеса, потому что, ну, в одного тяжелого, собственно говоря, с чего мы начинали, надо объединиться, там, федерации, министерства спорта, попечителям. Ну, здесь какая-то такая должна появиться модель. Но, опять же, видим, как управляет бизнес-объектами, он управляет лучше. Это более эффективный управляет, чем, например, на государственных лиц. Вот сейчас мы ведем по пути государственных частных партнерских, на русском, на аренах. Государство вложило половину суммы, половину вложил в соответствии с участниками. Но мы эти средства возвращаем в течение 8 лет. Собственно говоря, он управляет эти 8 лет. Мы не тратим на содержание. Мы надеемся, что он будет управлять этим настолько, что, собственно говоря, тоже сможет заработать какую-то маршру. Поэтому вот именно попробовать вдохнуть, ну, бизнес в спорте, вот так вот, открывшись. Поэтому, знаете, как, ну, тема арены, она должна, ну, не только подниматься, надо пробовать, подкрадываться, подкрадываться. Конечно, хотелось бы, но многое еще надо сделать. И у нас 120 видов спорта. Понятно, что футбол не какие-то, там, номер один, номер два, но у нас есть и футбол, баскетбол. Мы тоже надо дать много. Ну, да, и много-много, потому что за каждым видом спорта идти же, конечно, коллективы, жизни. Ну, вот есть пример каких-то субъектов, когда все, например, брошено на один год спорта. Ну, сложно объяснить волейболисту, если футболисту, что надо сейчас там, да, поменять этот спорт и не болеть за... Ну, каждого свое, поэтому, ну, надо пробовать. Ну, что-то у нас получается. Ну, конечно, вот то, что мы сейчас делаем, надо удержать и делать это в течение пяти лет. Эти инфраструктурные изменения. Ну, конечно. достойный уровень оплаты трудового коллектива. Потому что где-то мы видим, где-то спорта уже. Старше поколение остается приемлемой. Не становится, потому что мы тоже ребятам после завершения карьеры, например, игрока, да, надо как-то жить, выживать. И существует эта оплата, которая есть на сегодня. Поэтому партнерство с бизнесом, может быть, какую-то оплату части государства, части бизнеса, чтобы не потерять пробовать. Может быть, даже тебе или нет, и бизнеса в спорте. Все, спасибо вам большое за ваши интервью, ваши ответы. Всем большое, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей, с Александром Брачевым фильмом. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok